От классического автомобиля эко-транспорт мало чем отличается. У автомобиля нет коробки передач, отсутствуют шум мотора и нет запаха охлотных газов. Средний ценник такого автомобиля по России 800 тысяч рублей. Зеленый автомобиль не нуждается в ремонте и обслуживании двигателей внутреннего сгорания. Здесь отсутствуют масла, ремни и прочие атрибуты классического двигателя. При необходимости нужна только замена масла в редукторе. Житель Ульяновска Дмитрий Ванюшин за прошлый год благодаря электромобилю сэкономил 100 тысяч рублей. До этого 8 лет мужчина колесил за рем автомобиля с гибридным двигателем. В поисках еще больше выгоды год назад Дмитрий пересел уже на нынешнюю машину. Автолюбителя привлекла экологическая составляющая транспорта. Отмечает владелец электромобилей, вопреки всем слухам, и прекрасное поведение машины зимой. Да, немножечко уменьшается запас хода, где-то процентов на 25-30. То есть, если конкретно к этому модели обращаться, это Nissan Leaf 2015 года, фактически это предыдущее поколение электромобилей. В тот момент запас хода 150 километров, зимой он опускается до 20-105, где-то так, около сотни. Заряжается автомобиль от обычной розетки с помощью трехметрового кабеля. Показатели заряда всегда видны на экране в салоне автомобиля, поэтому владельцу легко понять, когда машине нужно подкрепиться. Весь процесс зарядки занимает от 4 до 8 часов, а итог потребляемой энергии приходит ежемесячно в платежке отдельной строкой. Как бы понимание цифр в среднем в день это около 50 киловатт, в зависимости от тарифа. То есть, если это дневной тариф, это 200 рублей, если это ночной тариф, это, соответственно, в два раза дешевле, там около 100 рублей, а то и меньше. Но в средней цифре за год получается около 54 копейки за километр. То есть, вот те 20 с лишним тысяч в год, которые я проезжаю, 54 копейки километра. Евгений Вершинин, владелец электромобиля нового поколения, который без подзарядки может проехать от 250 километров и выше. Это уже его второй по счету экотранспорт. На своей экологически чистой машине мужчин успел поездить по городам. Бывало, что в дороге аккумулятор полностью разряжался. Но это не страшно, уверяет автолюбитель. Я в пути подзаряжался на обычных автозаправочных станциях. Я просто просил предоставить мне обычную розетку и подзаряжался. Но если совсем безвыходные ситуации, то можно просто попросить попутные автомобили взять на трос. А чудо электромобиля в том, что когда он едет на тросе, так он еще сам себя заряжает. В регионе существуют зарядные станции, но, как правило, доступ к ним ограничен. В ноябре губернатор подписал дорожную карту, в которую входит строительство зарядных станций. Таким образом, через пять лет в области появится 24 быстрых зарядных станций, около 240 медленных. Сегодня для владельцев автомобили с электродвигателем утверждены льготы по транспортному налогу. Мы предлагаем обратиться в правительство Российской Федерации с предложением об отмене ввозных таможенных Боши на данные автомобили, что, конечно же, значительно позволит снизить стоимость электромобилей. Сегодня практически каждый крупный производитель автомобилей в мире либо выпускает электротранспорт, либо планирует включить линейку в ближайшие два года. В этом году крупное производство машин, заряжающихся от розетки, запустил «Фольксваген». Согласно статистике, к 2040 году более 30% всех автомобилей в мире будет на электрической тяге. Ринат Альгулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова